Забавный мне вопрос недавно задали. Как в After Effects можно использовать одни и те же настройки для одного и того же эффекта, но в разных местах, на разных слоях и в разных композициях? Возможно вы заметили, что в одной из последних версиях After Effects добавили вот эти вот две настройки для копирования. Зачем это нужно, я сейчас и расскажу. Допустим, у нас в стене есть несколько разных объектов, но мы хотим, чтобы на них действовал один и тот же эффект. Например, возьмем вот этот эффект. Если мы просто его, допустим, скальпируем и вставим, то меняем один эффект. Потом нужно будет пойти и таким же образом изменить все параметры у другого эффекта. Это, конечно, не очень удобно. Поэтому After Effects добавили вот такую вот функцию. Мы выбираем один из этих параметров. Как бы эффект копируется и когда мы вставляем, как видите, он вставляется, но не вот эти вот числа, они красным подсвечены. А это значит, что все эти значения связаны с помощью выражений как раз вот к тому эффекту, которые в Shape Layer 2. Зато теперь, если мы будем менять его параметры, вы увидите, что это действует одинаковым образом на оба слоя. Конечно, таких связок можно делать сколько угодно для вообще разных слоев. Главное, чтобы этот эффект был формулами связан и, соответственно, все это дело будет обрабатываться одинаковым образом. Также это работает и если у вас есть разные композиции. Вот у меня есть звезда и я хочу, допустим, чтобы ее эффект или давайте для примера, допустим, Tint кинем. Сделаем его каким-то красненьким. Допустим, вот эффект Tint с этой звезды должен распространяться на звезды в другой композиции. Мы также копируем, но в данном случае нам нужно использовать вот первый параметр без относительных ссылок. Относительные ссылки это вторая строка. Итак, мы копируем, переходим на эти звезды, выделяем их и вставляем. Как видим, они подкрасились. Теперь мы можем тут менять цвета и вы сами видите, что звезды все вместе, совершенно в разных композициях имеют один и тот же эффект. В принципе, вещь достаточно удобная. Авторы на видеохайвах часто теперь такое используют, чтобы связывать, например, у вас один контрольный слой в одной композиции, а все эффекты в других композициях, которые используются, они вот завязаны к этому контрольному слою и вы как бы с одного слоя управляете цветами и настройками эффектов совершенно в других местах. Это вот, как я сказал, функции появились достаточно недавно, а для более ранних версий это можно сделать с помощью вот этого вот фильтра, который по сути делает то же самое, только его написал посторонний разработчик. Мы видим тут две команды, как определить, чем они друг от друга отличаются. Допустим, давайте оставим здесь один объект и удалим. Если мы будем использовать вот такую команду, то приставки в любом другом месте и если мы посмотрим на формулу, то увидим, что связка идет на композицию 2, слой такой-то, эффект такой-то, то есть ссылается всегда вот в это место. Если же мы копируем его через вот эту команду и при попытке вставить сюда, мы увидим такое сообщение, которое нам говорит, что, как вы видите, здесь уже нету связки на композицию 2 и эти параметры пытаются найтись в той же самой композиции. Если мы сейчас его сюда вернем, то это дело заработает. Конечно, нам нужно будет включить все формулы и тогда все будет действовать одинаково. То есть вот эти самые relative, то есть относительные ссылки, они будут ссылаться не на мастер, а на как бы относительно к самой композиции. Мы таким образом можем их наделать несколько штук. Например, продублируем композицию 1 и ссылки в этой композиции, в новой, они будут ссылаться опять же не куда-то в единое место, а только в рамках одной композиции. Как видите, в таком виде у нас получается в каждой композиции свои настройки, которые между тем связаны между собой только в рамках этой композиции. А вот этот сам слой, в нем ничего нет. Если мы возьмем вот этот слой, скопируем его просто, вставляем сюда, то, как вы видите, его свойства тоже будут привязаны только вот непосредственно к Shape Layer 1 и все привязки осуществляются к этому слою. Вот такая вот полезная функция недавно появилась в After Effects. Иногда она очень вручает и теперь вы знаете, как ей пользоваться. На этом все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставляйте комментарии. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok